Впервые в истории кубанского баскетбола юношеская сборная региона завоевала золотые медали первенства страны. И впервые Краснодарский край и наш славянский район принимал финал этих престижных соревнований. С подробностями мои коллеги. С 19 по 29 марта в спортивных комплексах «Лидер и Триумф» за звание чемпиона России сражались игроки 16 сильнейших молодежных команд страны. Сборная Краснодарского края «Локомотив Кубань» в четвертьфинале победила команду из Санкт-Петербурга со счётом 71-59. А в полуфинале соперниками кубанцев были двукратные чемпионы страны – московская команда «Глория». Игра была напряжённой, команды попеременно лидировали. Однако итоговый натиск кубанцев принёс им победу в 80-72. В финальной игре на площадке «Триумфа» сошлись команды «Локомотив Кубань» и «Инисей» из Красноярского края. Поболеть за краснодарцев в историческом финале приехал вице-губернатор Кубани Николай Долуда. В первые в Краснодарском крае в этом году проводится финал первенства России по баскетболу. Среди ребят вашего возраста. И это условно для тех, что у нас в нашем регионе очень серьёзно развивается гельский юношеский баскетбол. Финальная игра была фантастической по накалу, ходу и результату. За борьбой наблюдали почти 400 зрителей. Болельщики яростно поддерживали кубанских баскетболистов в противостоянии с красноярским «Инисеем». «Отличная игра. Хорошие впечатления. Тем более в нашем городе такое событие, которое происходит в первый раз вообще в Краснодарском крае. Нам очень нравится, поэтому вот мы всей семьей пришли поболеть, посмотреть». «За локомотив. У меня там брат. Ну, мы за локомотив болеем все вместе». «Всё-таки наша Кубань. Наша родина». «На самом деле всё просто замечательно. Игроки натренированы и играют великолепно. Удачи и больше побед». Игра была действительно напряжённой. В начале кубанцы проигрывали 20 очков. Белоголубые из Красноярска забивали мяч за мячом. За шесть минут до конца счёт 66-56 в пользу гостей. В следующие три минуты локомотив «Кубань» почти сравнял счёт на турнирной таблице. А за 11 секунд до конца игры при счёте 77-75 Александр Щербенёв забросил штрафной, который принёс историческую победу кубанской сборной – 78-75. Для кубанских баскетболистов золото российского первенства – заслуженная и долгожданная победа. «Что может быть лучше, чем быть первым в стране? Мы стремились к этому, работали 8 месяцев каждый день по две тренировки. Это заслуженная победа, это не фарт, это не какая-то удача, это заслуженная. Сегодня, когда вы начали первую минуту, первую четверть, не узнал свою команду. Мы отдали всё за 8 игр. Я собрал их, не знаю, по кусочкам. И это волевая победа с минус 20 до плюс 3 концовки. Это о многом говорит. Это говорит о сплочённости команды, о силе характера». Победителей наградили медалями и подарками. За напряжённую и яркую игру вручили специальный приз от губернатора и обладателям второго места – команде «Енисей». Третьими стали юные баскетболисты из Санкт-Петербурга.